Определенные стороны жизни невозможно понять, будучи только наблюдателем. Порой мы не в состоянии осмыслить переживания наших друзей или знакомых, если остаемся безучастными зрителями. Друзья Иова пытались утешить его своими философскими рассуждениями и легкими ответами. Однако ни один из них не смог действительно утешить или хотя бы понять его переживания, потому что сами они не испытали ничего подобного. В случае Иова Господь был единственным, способным понять его и в конце концов утешить. Возможно, и ты, дорогой друг, находишься в великих испытаниях и страданиях. Я был бы неправ, если бы сказал, я тебя понимаю, я полностью понимаю тяжесть твоего положения. Такой поступок был бы неправильным, так как на самом деле вероятнее всего, что я не понимаю. Но даже если я не совсем понимаю твое испытание и глубину твоих переживаний, Господь понимает. И это самое главное. В последнее время вместе с вами мы изучали жизнь Авраама и его потомков. На прошлой неделе мы вкратце коснулись 23 главы книги Бытия, из которой мы узнали о смерти Сары, жены Авраама. Это был очень печальный день в жизни Авраама, и он пролил немало слез, потеряв свою возлюбленную. Я читаю об этом, я пытаюсь понять и думаю, что, возможно, я смог бы как-то утешить скорбящего человека, потерявшего мужа или жену. И в то же время я чувствую себя таким неспособным. Но вот на прошлой неделе я нашел замечательную книгу, написанную человеком, который способен понять, и который, как я убежден, может утешить тех, кто потерял супруга или супругу. Понимаете, это человек, прошедший через долину смертной тени. Он знает и понимает. Его зовут Венс Хевнер. Это верный слуга Божий, который более 50 лет проповедовал Евангелие по всему миру. Венс Хевнер недавно потерял жену, но, согласно его словам, он не потерял ее, потому что знает, где она находится. Интересно отметить, что его жену тоже звали Сара. Книга «Если я и пойду долиной», написанная им после смерти жены, послужила большой помощью и утешением для многих. Сегодня нам хотелось бы поделиться несколькими отрывками из этой книги. Это откровенное, честное свидетельство человека, пораженного горем, но победоносно преодолевшего испытания. В одиночестве я сижу в Вашингтонском аэропорту. Все эти годы, находясь в пути и проповедуя в церквах по всей стране, я никогда не чувствовал себя таким одиноким, как сейчас. Я заметил, что подсознательно стал оглядываться, как будто моя дорогая жена Сара находится где-то поблизости, как это было раньше. Как будто она где-то рядом читает газету или просто ожидает и рада, что может быть со мной. Годами я путешествовал и до того, как встретил Сару, но это совсем другое. На время она была моей, а теперь ее нет. Никогда раньше я не нуждался в ней так сильно, как теперь, когда так трудно подавить настойчивое «зачем?». Как мне кажется, ни один несчастный не нуждался в жене больше, чем я в эти преклонные годы. Но нет ответа. Я пытаюсь не думать об этом. Никогда раньше мир не был настолько непривыкательным, как сегодня. Спешащие незнакомцы, толпы людей. И среди них нет ни одного знакомого лица. Каким жестоким может быть мир? Никогда раньше я не хотел уйти из жизни. Но как я хочу этого сегодня? Однако мой час еще не настал, и я шепчу слабую молитву, пытаясь собраться силами. «Сила моя совершается в немощи», — сказал Бог. И я могу сказать, когда я немощен, тогда силен. Согласно этому принципу, я уже должен стать исполином, так как никогда раньше я не был таким слабым. Я не сомневаюсь, что мой Бог прав, когда говорит, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. И в чем же заключается это изволение? Чтобы мы преображались в образ Сына Божия. Чтобы мы стали подобными Иисусу. Нужно затратить много времени и труда, чтобы из таких упорных, полных недостатков кусков глины, создать сосуды, годные к употреблению. Да поможет мне Бог больше не петь с такой легкостью, как большинство из нас поют. Божия да будет воля Твоя, Твоим сосудом сделай меня. Божия да будет воля Твоя, Твоим сосудом сделай меня. Божия да будет воля Твоя, Твоим сосудом сделай меня. Божия да будет воля Твоя, Твоим сосудом сделай меня. Звук сосудом сделай меня. Божия да будет воля Твоим сосудом сделай меня. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Авраам был пожилым человеком. У него не было с кем поделиться своими радостями и печалями. Некому было позаботиться о нем. У Авраама остался только Господь, его Бог. Человек глубоко смиряется, когда начинает понимать, что у него ничего и никого нет, кроме Господа. Все остальное потеряно. Послушайте, что пишет Вэнс Хевнер. Я уже упоминал о пожилой женщине, которой врачи сказали, что со своей стороны они сделали все возможное, и теперь ей придется надеяться на Господа. «О, душа моя!» – пожаловалась женщина. «Неужели до этого уже дошло дело?» В полном одиночестве перед лицом старостей, со страшной перспективой не иметь рядом никого, кто мог бы позаботиться обо мне, я переживал искушение присоединиться к высказыванию этой женщиной. Мне ничего не оставалось, как только уповать на Господа. Но разве не всегда дело доходит именно до этого? А не следовало бы нам начать с упования на Господа, вместо того, чтобы идти к Нему только тогда, когда положение безвыходно? Ведь кого еще мы имеем на земле или на небе, кроме Бога? По-человечески нам присушен немного побеспокоиться, но затем появляется блаженная уверенность, что в нас живет Иисус. Что Дух Святой постоянно сопровождает нас, и что наш Небесный Отец наблюдает за нами. Вот где настоящая безопасность и охрана. Однажды я читал о путешественнике, поздно ночью находившемся рядом с глубокой пропастью. Он поскользнулся и ухватился за ветку, с ужасом думая, что падает в пропасть. Наконец, он настолько устал держаться, что отпустил ветку и упал, но всего лишь на несколько сантиметров ниже, на землю. Так и нам, странникам, кажется порой, что мы над пропастью, и мы отчаянно хватаемся за что-либо, как будто сражаемся не на жизнь, а на смерть. Когда мы, наконец, отпускаем ветку, то обнаруживаем, что руки Божьи протянуты, чтобы нас подхватить. Раньше или позже каждый человек должен встретиться со своим Богом. И так как встреча эта неминуема, лучше, если мы начнем с нее. Если мы помним Создателя во дни нашей юности, мы будем готовы ко всему. Не дожидайся крайнего случая, чтобы броситься к ногам Бога. Бог никогда не должен быть аварийным выходом. Верно, однако, что не может быть лещение больше, не может быть сильнее удара, чем тот, когда тебя оставляет возлюбленная. Она уходит в вечность, а ты в одиночестве продолжаешь влачить свое существование. После этого все остальные напасти, любые трагедии, любые катастрофой становятся второстепенными. Ты уже пережил самое трудное. То, что может случиться с тобой лично, несущественно. Большая часть твоего собственного страха перед смертью исчезает, потому что смерть становится дверью к радостной встрече. Конечно же, я говорю о супругах, которые действительно любили друг друга и были одним целым. В наши дни брак стал маловажным и часто временной договоренностью, и миллионы разводятся, не ожидая, пока их разлучит смерть. Нет ни сердечной боли, ни горького одиночества, ни слез на глазах, ни стона в голосе, ни нежных воспоминаний, вызывающих горечь и душевную немоту. Эти люди не поняли бы моих слов. Как важно, чтобы мы максимально использовали время, которое нам суждено прожить вместе, чтобы наше одиночество не омрачалось сожалениями. В последнем письме, написанном женой в день ухода в больницу, она говорит, «Вэнс, ты всегда был таким верным». Для меня эта строка дороже всего остального, что она могла бы написать. Разве верность, а на языке молодежи старомодная преданность, не является тем качеством, которое переживет все и которое устоит, даже если все остальное увянет. Бог высоко ценит верность, и это единственное, чего Он требует от Своих слуг. А вон и день наивысшей наградой будут слова «Хорошо, добрый и верный раб». Если ты был верным своему Богу и своей возлюбленной, то сможешь перенести любую потерю в уповании на славное будущее, когда мы снова будем вместе с теми, кто ушел на небо раньше нас. Снова возвратимся к истории Авраама в Библии. Когда Авраам размышлял о своей жизни с Сарой, я уверен, он вспоминал те первые дни, когда два раза солгал о Саре, чтобы спасти себе жизнь. Помните, как Авраам сказал египетскому фараону, а позже царю Авемельеху, что Сара всего лишь его сестра? Авраам опасался, что из-за зависти они убьют его и возьмут Сару. И когда после смерти своей жены Авраам вспоминал эту ложь, я уверен, он вспоминал об этом с некоторой горечью и крайним сожалением. По всей вероятности, припоминались и другие промахи, как это обычно бывает после смерти любимого человека. Венс Хевнер пишет об этих сожалениях и угрязениях совести. В книге, которую дал мне друг христианин, были замечательные страницы, касающиеся сожалений и угрязений совести после ухода в вечность наших любимых. Речь шла о нашей склонности оплакивать упущенное и обвинять себя за несделанное. Беспокойство такого рода съедает, как рак, и может довести нас до безумия, если мы не примем мер. После ухода в вечность моей дорогой жены, я размышлял о том, что если бы мои поступки были другими, возможно, ее жизнь была бы спасена. В самом начале ее болезни я находился в другой части страны, проповедуя. В письмах она не говорила о серьезности своего заболевания, потому что не хотела испугать меня и прервать мою поездку. Если бы уже тогда я знал настоящее положение вещей, то с самого начала я добивался бы, чтобы ее положили в известную клинику. Были также и другие промедления. И ошибки, которых можно было бы избежать, хотя в то время нам казалось, что мы поступали правильно. Все эти сожаления измучили меня, и мне пришлось научиться прогонять подобные мысли. Что было, то было. Надо было забыть оставшиеся позади. И это непременное требование, иначе нам не устоять. Разумеется, если мы умышленно поступали неправильно, то нам следует исповедать этот грех и просить Божьего прощения. Нам следует усвоить уроки, которые можно извлечь из наших промахов. Но мы ничего не добьемся погружением в болезненное самосуждение. Нет никакой пользы от бесконечных обвинений самого себя и угрызений. Положение могло бы быть еще критичнее, если бы мы поступили так, как сейчас нам кажется, было бы лучше. Давайте оставим прошлое, хорошее и плохое. Все, что могло бы быть, давайте отдадим в руки Божьи и будем продолжать свое странствование. Марфа жаловалась, когда Иисус наконец пришел в Ифанию после смерти Лазаря. «Господи, если бы Ты был здесь, не умер бы, брат мой!» Но фактически их ожидало большее чудо, чем если бы Иисус пришел раньше. «Если бы я только!» Бесполезное сожаление, когда уже поздно. И если бы Ты, Господи, поступил так и так, не подходящая молитва. Бог никогда не допускает ошибок. И наши ошибки, если это на самом деле были ошибки, можно оставить в руках того, который способствует, чтобы все содействовало ко благу Его детям. Субтитры создавал DimaTorzok